Ребятки, всем огромнейший привет! Всем привет из Нью-Йорка! Если Америка сейчас первая по количеству зараженных во всем мире, то Нью-Йорк это эпицентр вируса. А в Нью-Йорке эпицентр вируса это Квинс. И мы снимаем видео из Квинса. И сегодня мы расскажем вам, как же живется нам здесь, в эпицентре коронавируса. Сегодня уже пятый день пошел, как я не была на улице. Вот первый раз буквально на несколько минут мы вышли на улицу. Погода у нас замечательная, тепло. Но очень надеемся, что в скором времени будет еще теплее. Потому что я лично надеюсь, что с приходом теплой, жаркой погоды весь этот вирус умрет. Вот так красиво, ребята, посмотрите. Цветут деревья у нас. Конечно, мы с мужем только вчера говорили, что весна в этом году просто выпала из нашей жизни. Весны в этом году у нас не существует. Мы потеряли счет уже времени, дням, часам. Абсолютно поменялся режим у нас. Режим дня. Спим уже как-то по-другому. Сложимся спать в другое время. Просыпаемся тоже в другое время. Ну, в общем-то, все в нашей жизни поменялось сейчас. Наверное, как и у многих, многих, многих людей на земле. Мистер Бин так делал зарядку. И муж мой так делает зарядку. В продуктовых магазинах у нас, ребята, все есть. У нас, конечно, кроме аптек и продуктовых магазинов больше ничего не открыто. В продуктовых магазинах все есть. Но я вам честно, откровенно скажу, что реально страшно, мне страшно ходить в продуктовые магазины. Мы последний раз были пять дней назад в магазине. Такое ощущение, что эта инфекция везде. Я боюсь дотрагиваться, я боюсь что-то принести домой. Потому что, конечно, у нас магазин пускают по несколько человек. Но все равно, откуда ты знаешь, кто проходил рядом с тобой и кто пройдет рядом с тобой. Не заражен ли он? Потому что, конечно, в нашем районе это просто жуть. Сколько зараженных. Не буду сейчас приводить цифры, потому что вы все это видите по новостям. Я сама уже стараюсь эти новости не смотреть, потому что, ребята, я не могу. Я так нервничаю, что я не могу на все это смотреть. Вот наша главная улица, как можно так сказать, в нашем райончике. Вот смотрим, супермаркет уже закрывается. Вообще, ребята, все супермаркеты, которые, даже те, которые были там круглосуточные, они сейчас все работают до 8 часов вечера. Ну вот смотрим, сейчас у нас 7 часов вечера. Смотрим, что вот наш супермаркет уже закрыт. Наверное, потому что воскресенье. В воскресенье они всегда на час закрываются раньше. Вот, посмотрите, ребята, 7 часов вечера. Улицы пустые. Вот так, ребята, у нас каждый день 7 часов вечера. Люди благодарят медиков. Я хочу от своего лица поблагодарить. Низкий вам поклон. Вы знаете, не только медикам хочется сказать огромное спасибо, а также людям, которые работают сейчас в супермаркетах. Они ведь тоже подвергают себя опасности. Большое, огромное вам спасибо за вас за стойкость, за ваше мужество.